МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Пульс о последних событиях. Расскажу вам я, Юлия Новикова. Здравствуйте! Сегодня в программе. Таможенников не обманешь. На границе пресекли попытки незаконного воза легкового автомобиля и запчастей, а также 35 тысяч упаковок крема. Молодежь в погонах. Пополнение в Гродненской региональной таможне. Отец или не отец, как проводят генетические исследования в Государственном комитете судебных экспертиз. Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли попытки незаконного воза на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля и запчастей. Подробности в комментарии. Правонарушения выявлены на белорусско-польской и белорусско-литовской границе. В первом случае гражданин Российской Федерации пытался ввести на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска Берестовица легковой автомобиль и БМВ по поддельному техпаспорту. Сомнения в подлинности данного документа возникли у таможенников при проведении таможенного контроля. В последствии это подтвердила криминалистическая экспертиза Государственного комитета судебных экспертиз. Было установлено, что свидетельство о госрегистрации транспортного средства действительно является поддельным, причем подделка довольно высокого качества и практически не уступает оригиналу. Второе правонарушение совершил индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Минской области, который следовал через пункт пропуска Каменный лог. При проведении таможенного контроля транспортное средство было направлено на досмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса и при последующем досмотре из автомобиля было извлечено более 23 тысяч автомобильных запчастей, которые не были заявлены в документах. Стоимость данного товара составила свыше 2 тысяч рублей. По данным фактам, по фактам недекларирования товара, Грунецкая региональная таможня начата административные процессы. Преданность и верность Отечеству молодое пополнение Грудницкой региональной таможни принесло присягу. Торжественное мероприятие прошло в Ашмянском центре культуры и народного творчества. Подробнее в сюжете. Преобладающая часть новобранцев – выпускники высших учебных заведений страны, которые пришли в таможню сразу со студенческой скамьи. В присутствии таможенников, ветеранов, коллег, родственников и друзей новобранцы произнесли святые слова клятвы. В 2020 году именно в Гродненскую региональную таможню пришли молодые ребята, которые закончили высшие учебные заведения. И в основном это юридические факультеты по специальности таможенное дело. Мы хотим пожелать им, чтобы они достойно несли честь мундира, чтобы работали на благо нашему Отечеству. На практике во время обучения в университете молодые специалисты познакомили со службой и изучили оборудование. Поэтому они приступили к выполнению своих обязанностей подготовленными. Дарья Наруто родом из Волковыска окончила грыгу имени Янки Купалы по специальности таможенное дело. Выбрала профессию девушка не случайно. Пошла по стопам отца, который тоже работал в правоохранительных органах. И уже полгода девушка работает в таможне. Изначально было тяжело, признаюсь честно, потому что только пришли молодые сотрудники, еще не знаем, далеко от дома все-таки. Сама живу в Гродно, переехала. Немножечко тяжеловато, но коллектив замечательный. Начальство всегда помогало, всегда оказывало какую-то поддержку. Все старались чему-то научить. И благодаря этому мы быстро влились в коллектив, быстро влились в эту работу. И на данный момент я считаю, что мы можем показать очень хороший результат в дальнейшем. Владислав Сосновский приехал в Гродно из Молодечна. Также окончил грыгу имени Янки Купалы по специальности таможенное дело. И уже полгода как несет службу на границе. Молодой специалист отметил, что каждый день на работе он узнает что-то новое. Помимо защиты экономической безопасности, приходится следить за обеспечением безопасности граждан, которые пересекают границу. Также ведем административные процессы, то есть выявляем нарушения. Ну, по-разному. Мы же не можем допустить провоза той же самой контрабанды, наркотиков, оружия. Поздравил новобранцев также и ветеран таможенной службы. Николай Петрович Мисуна проработал в таможне 21 год. Со службы у ветерана связаны только теплые и светлые воспоминания. Он отметил, что молодые люди все так же осознанно выбирают связать свою жизнь с таможенным делом. И пожелал им со всей серьезностью относиться к своим обязанностям. Когда я служил, это в 90-е годы, не было такой техники, чтобы машины сканировать, чтобы иметь такие специальные тоже приборы, определять там. Все это делалось вручную. Всего ряды таможенников пополнили 32 новобранца. Выбор осознанный. Большая часть из них прошли боевое крещение в пунктах пропуска на границе. Перед таможней стоят серьезные задачи – добросовестно выполнять свои обязанности. Анализ ДНК – это генетическое исследование, которое позволяет установить или опровергнуть факт биологического родства. О том, как проводят генетическую экспертизу, смотрите в сюжете. Рождение ребенка – ответственное и важное событие в жизни каждого человека. Но не всегда, к сожалению, оно ассоциируется с радостными эмоциями. В такие моменты возникают вопросы родства. Особенно, если пара не планирует жить вместе. Как признаются специалисты, необходимость обращения к генетикам для установления биологического родства возникает чаще всего при решении вопросов взыскания элементов, оспаривании отцовства, регистрации детей и оформлении пенсии по потере кормильца. В Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь установление родства проводится методом анализа генетических маркеров ядерной ДНК. Генетическая экспертиза начинается с отбора биологического материала. Биологический материал, либо отбираемый здесь на месте, как правило, это кровь и слюна. Почему именно кровь и слюна? Потому что в этих средах биологического материала довольно-таки много и из него легко выделять классическими проверенными недорогими методами. Потому что другие объекты, как правило, требуют больших усилий и зачастую более дорогостоящие. Если нет возможности отобрать биологический материал с на месте, то есть, допустим, люди не могут явиться, то биологический материал направляется к нам уже в высушенном виде. Как правило, это образцы слюны, иногда бывают тоже образцы крови. В высушенном виде образцы хранятся неограниченно долго, поэтому у нас уже опыт есть работы с биологическими образцами, которые хранились не один год. В частности, у нас в архиве хранится биологический материал, отобранный от умерших людей, и мы храним его 10 лет. Образцы крови в высушенном виде хранятся 10 лет для того, чтобы в случае необходимости можно было провести какие-то экспертные исследования. Каждый человек обладает уникальным набором генетической информации, которая хранится небессистемно. Она соответствующим образом структурирована в 46 хромосомах, которые содержатся почти во всех клетках нашего тела. Практически любая такая клетка хранит в себе генетический паспорт индивидуума, по которому можно узнать все его свойства. И носитель этой информации – нить ДНК. Исследование, поскольку, как я уже сказал, проходит несколько ступеней, то занимает определенное количество времени. Непосредственно, допустим, первые результаты мы можем получить в течение нескольких дней. Но у нас такое правило по генетическим экспертизам, мы проводим два независимых эксперимента, результаты которых мы уже сравниваем в последующем, на завершаемом этапе обработки информации. И это проводится для того, чтобы исключить какую-то техническую погрешность, где-то какой-то человеческий фактор. И уже на этапе конечного обработки результата, только в случае, если результаты обоих независимых опытов совпадают, мы уже делаем определенный вывод о подтверждении либо исключении отцовства, ну или материнства того биологического родства, в отношении которого у нас стоял вопрос, который мы исследовали. В последнее время бывает экспертиза по установлению материнства, который проводится в том числе и по определению суда. Также бывают и другие необычные случаи генетического анализа на определение родства. Был случай, когда в отношении одного ребенка у женщины родство было установлено, а второй ребенок родился, когда отец уже умер. И для того, чтобы подтвердить биологическое родство, мы проводили экспертизу, когда отвечали на вопрос, что мальчик и девочка могут являться биологическими детьми одного мужчины. То есть родственников других не было, у этого мужчины, умершего, возможности предоставить биологических образцов не было, в архиве у нас не хранился, потому что смерть носила естественные причины. И поэтому тоже такой интересный для нас опыт был, провели мы экспертизу. Иногда бывают случаи, когда приходится подтверждать материнство, хотя, как правило, вроде мама всегда знает, что это ее ребенок, но бывают случаи, когда это необходимо удостоверить. В случае, если, допустим, роды были на дому, женщина не наблюдалась у медицинских работников и уже обратилась в органы ЗАГСа для регистрации уже родившегося ребенка. Для того, чтобы подтвердить, что это действительно ребенок ее, мы несколько раз такие экспертизы проводили. Были случаи, когда проводили экспертизы материнства уже, можно сказать, пожилым женщинам, когда возникали вопросы, связанные с гражданством и миграцией, и у дочек их, у их детей было гражданство Белоруссии, у них же было другое гражданство, а в документах были единичные разночтения, которые возникли на определенном этапе подготовки документов, там, в фамилии. И получается, фамилии разные, и по упрощенной схеме они не могли получить тот же вид на жительство, решить свои вопросы. Поэтому мы подтверждали родство, в данном случае материнство, и уже потом вопросы эти по гражданству и миграции можно было решить в более упрощенном порядке. Установление спорного родства не единственное и не главное направление деятельности отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз. Основная работа экспертного подразделения – это оказание помощи правоохранительным органам. То, что мы по отцовствам делаем, это заведомые образцы материала очень много, и легко с ним работать. Основная же наша работа – это исследование биологического материала с мест преступлений. То есть там, где может быть замытые, где-то какие-то маломатериалы может быть смешанные. А это именно и есть генетический анализатор, где проходит электрофорез. То есть вносим объекты, они под воздействием электрического поля происходят инъекции, то есть затягиваются, и потом в капиллярах 36 см длиной, заполненные специальным гелем вязким, под воздействием электрического поля происходит электрофорез. То есть разделение подействия в определенной среде. Проведение ДНК-анализов по-прежнему остается трудоемким процессом, несмотря на современное оборудование. Процедура занимает более недели, но в исключительных случаях процесс может быть ускорен до нескольких дней. После этого будет получен результат анализа, в котором будут отражены все участки исследования. В итоге тест, как правило, дает точность результата не менее чем 99,9%. И результат не округляется до 100%. На это, как говорят специалисты, есть свои причины. Для того, чтобы с уверенностью сказать 100%, это надо происследовать полностью генотип человека, то есть расшифровать геном человека одного, геном человека второго, и их сравнить. Это, естественно, в рамках обычной экспертизы не проводится. Смысла в этом нет. То есть современные методы позволяют относительно недорого и с относительно небольшими усилиями ответить на вопрос биологического родства. Стоимость проведения ДНК-теста на установление отцовства определяется с учетом количества проверяемых лиц, гражданства заявителя, при обращении физических и юридических лиц и необходимостью применения специальных методик и реагентов. Поэтому в зависимости от случая стоимость экспертизы варьируется примерно от 200 рублей и выше. Несколько лет лишения свободы такое наказание грозит жителю Гродно. Гражданин обвиняется в совершении насильственных действий в отношении женщины. По данному факту начат судебный процесс. Обвиняемый демонстрирует свое физическое превосходство пренебрежения к установленным правилам поведения в обществе, применил физическое насилие в отношении женщин, которая выполняла свой долг по наведению порядка, а именно очистке города от антигосударственной символики. Он нанес не менее двух ударов по лицу и туловищу, удерживал ее за одежду, бросал потерпевшую на асфальт, таскал за волосы и хватал за руки и шею. Следственные мероприятия по этому правонарушению завершены. Дело передано в суд Октябрьского района Гродно. Пока прошло первое заседание, где были рассмотрены и собраны следствием материалы. Окончательный судебный вердикт будет вынесен позже, как отмечают юристы, в соответствии со статьей Уголовного кодекса Максимальным наказанием в таком случае является лишение свободы до трех лет. Более 35 тысяч упаковок крема для фиксации зубных протезов намеревался переместить через белорусско-польскую границу перевозчик из Польши. Товар стоимостью порядка 143 тысяч рублей незаконно вести на территорию Евразийского экономического союза намеревался польский перевозчик. Нарушение выявлено гродинскими таможенниками в пункте пропуска Брусгим. При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом оттеке автомобиля, помимо заявленного лекарственного порошка для приготовления растворов, находится иной товар. Последующий досмотр подтвердил, что более 35 тысяч тюбиков крема для фиксации зубных протезов перемещаются без документов. Намереваясь незаконно вести дорогостоящий товар, перевозчик хотел сэкономить порядка 40 тысяч рублей. По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможни начат административный процесс. За подобное правонарушение кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Для юридического лица его размер составляет до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. В минувшие выходные некоторые водители были не готовы к возвращению зимы, а именно к внезапному выпадению осадков и понижению температуры. Исходя из этого, многие автомобили оказались в кювете. Одна такая авария произошла 7 марта на автодороге Гродно-Паречье. Здесь водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и вылетел в кювет. Но на помощь поспели сотрудники ГАИ и неравнодушные граждане. Общими усилиями автомобиль поставили на колеса и вытянули на дорогу. В ДТП никто не пострадал. Пассажирку «Опеля» сотрудники ГАИ довезли до места жительства в Паречье. Также 7 марта на автодороге Гродно-Сапотскин граница Литовской республики в кювете оказался автомобиль «Шкода». Установлено, что 23-летний водитель, двигаясь со стороны города Гродно в направлении деревни Ратичи, не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд с проезжей части вправо по ходу движения кювет. Пассажирке, находившейся на переднем сидении, госпитализация не понадобилась, а вот водителя с переломом двух грудных позвоночников госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка. Гродненские спасатели ликвидировали пожар бани на частном подворье. 8 марта спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Коробщицы Гродненского района. Подразделения МЧС незамедлительно направились по указанному адресу. Выяснилось, что супруги-пенсионеры к приходу гостей протопили баню. Войдя на участок, приглашенные обратили внимание на подозрительные клубы дыма. Когда вошли внутрь, увидели, что парильное помещение заполнено дымом. Чтобы уменьшить приток кислорода, хозяева плотно закрыли дверь и вызвали спасателей. Огнем повреждено имущество и перекрытие. Предположительно, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печи. В Поречи спасатели ликвидировали пожар хозяйственной постройки. 8 марта диспетчеру службы спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в агрогородке Поречи Гродненского района. Подразделением ЧЕС незамедлительно направились на помощь. Выяснилось, что хозяева ждали гостей, протопили баню и разожгли во дворе мангал. Через некоторое время хозяйка заметила отблески огня на теплице. Когда вышла во двор, оказалось, что горит сарай. Сообщили в 101. И не теряя времени, попытались засыпать пламя снегом. Окончательно с возгоранием справились прибывшие спасатели. Огнем повреждена кровля и имущество в строении. Люди не пострадали. Точную причину ЧП предстоит установить. В Гродно на пожаре погиб пенсионер. Работниками МЧС спасены его жена и сын. 30 человек эвакуированы. 9 марта диспетчеру Гродненского городского отдела МЧС поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по улице Терешковой в областном центре. По указанному адресу направились пять пожарных расчетов и службы взаимодействия. Прибывшие спасатели незамедлительно приступили к поиску в горящей квартире людей. Бойцы МЧС обнаружили мужа хозяйки, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. Через несколько минут врач констатировал смерть мужчины. В это время с выше расположенных этажей по лестничным маршам спасатели эвакуировали 30 человек. Из них шесть детей. Возгорание ликвидировали при помощи ручного пожарного ствола. Огнем повреждено имущество в жилой комнате закопченной стены. После проветривания жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Обстоятельства и причины гибели человека устанавливают специалисты Следственного комитета. Это были все новости. Вы смотрели программу Пульс. До встречи на телеканале Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин